Неоднократно жители нашего города жаловались на плохую освещенность улиц пешеходных переходов. Согласно сводкам ГИБДД, большинство наездов на людей в темное время суток происходит именно на переходах. Объекты системы освещения города находятся на балансе Саровской электросетевой компании и муниципалитета. С 2017 по 2019 год СЭСК установила светодиодные светильники на проспектах Ленина и Музрукова, улицах Бессарабенко, Советской Курчатовой и других. Всего заменили более 300 светильников. На муниципальных объектах также поменяли более 400 фонарей. В процессе замены возникали проблемы. На улице Ленина граждане по-разному восприняли обновления. Много обращений в отношении нескольких светофорных объектов, связанных с пешеходными переходами. Мы совместно с электросетевой компанией выезжали на эти объекты, проводили замеры. На сегодня они соответствуют требованиям, предъявляемым дорогам, но визуально, особенно в условиях переходных периодов, проблемы определенные существуют. После проверки специалисты предприняли ряд мер по улучшению освещенности. Где-то вместо одного сделали два Г-образных светильника, провели обрезку деревьев. Сейчас администрация совместно с СЭСК разрабатывает проект по установке дополнительных опор освещения и подсветки на дома. Также решено увеличить мощность фонарей на некоторых участках. Депутаты обратили внимание, что после замены светильников не везде стало лучше. Как пояснил Сергей Лобанов, есть критерий освещенности, ниже которого не должно быть. Это 10 люкс. На Ленина по результатам замеров во время проверки было 15 люкс. На Силкино от 50 до 70. Кроме того, есть горожане, которые наоборот просят уменьшить освещенность. Одни говорят, как здорово, хорошо, а те люди, которые живут, они говорят, да у меня прожектор на всю квартиру. Я что ни повешу, защититься не могу. Я живу ночью, как днем. Требуется более детальное обследование системы освещения, чтобы горожане могли с комфортом передвигаться по городу в темное время суток. Но в то же время не испытывать неудобства от слишком яркого света, бьющего ночью в окно. Последний раз такая проверка проводилась более 10 лет назад. Деньги на это требуется заложить бюджет. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.